В Казахстане предлагают запретить выдачу кредитов лицам моложе 21 года. Депутаты выжилий со страны отмечают, что причина новшества кроется в том, что большинство молодых людей имеют низкую финансовую грамотность, легко доверяют маркетинговым трюкам и могут набрать бесчисленные долги. При этом кустанайцы высказывают разные мнения по этому поводу. Положительный. Почему? Зачем кредиты вообще? Есть много других способов заработать, средства. Нет, конечно. Потому что уже в этом возрасте они имеют свою статью заработной платы. С 18 лет вообще, с 19 можно кредитовать. Каждый становится ответственным за свое жилье, будущее вообще за нашей молодежью. Я думаю, что неправильно. Я считаю, что с 21 брать кредиты в самый раз, чем делать это раньше. Потому что в 21 год, мне кажется, люди уже осознанно это делают. А если вот так вот с 16-17 лет, просто могут взять и потом испортить свою кредитную историю. Экономист Расул Расмамбетов отмечает, что помимо банков второго уровня, микрофинансовые организации также активно используют кредитование. Молодые люди, по его мнению, с низкой финансовой грамотностью, не имеющие стабильного дохода, могут серьезно испортить себе жизнь. К дорогим покупкам их подталкивает реклама и эмоции. Кредиты маскируют бедность людей. У нас сейчас очень низкие доходы у людей. И номинальные, и реальные, допустим, доходы очень снижаются, продолжают снижаться. И на фоне вот этой даже инфляции, которая упала до 11,8%, все равно это доходы у нас очень низкие. И поэтому, если мы будем сейчас прикрывать кредитование, именно физлиц, тогда сразу государство, правительство увидит, что люди бедные. Рост числа займов у неработающих физических лиц, по словам депутатов Можли со стороны, связан не только со стремлением финансовых организаций к максимальной выдаче кредитов, но и с наличием пробелов в системе повышения финансовой и юридической грамотности населения Казахстана. Они предложили Министерству образования подключиться к решению этого вопроса. Лжас Есен-Жигитов, Наталья Луговская, Татьяна Калюжная, РТН.